Наконец-то мои кроссики пришли, оригинальные. Ну и сколько ты за эту лабуду отдал? По скидке, за 200 баксов в вал. Сколько? Да у дяди Вани такие по 300 рублей на рынке стоят. Ты у дяди Вани сам одевайся и мелкого одевай. Да ну ты потерянное поколение. Я вот только бабушке теперь скажу, чтобы она тебе подарки конфетами отдавала, а не деньгами. Такими кроссами можно теперь и спортом заниматься. Так, то есть, чтобы заниматься спортом, нам теперь нужны кроссовки. Я, вот смотри, бери пример с меня, бери пример с меня. Решил заниматься, значит буду заниматься. Смотри и учись, пока я живой. Один литр Живулевского, пожалуйста. Саня, спасибо, конечно, спасибо. Я даже не знаю, ну как тебя там отблагодарить даже, ну не знаю, ну спасибо. Я уже начинаю жалеть. Будем с тобой как педики на этом концерте. Это её единственный концерт в нашем городе. Эти сопли оставь себе. Ты мне пообещал комп на неделю, ты к нему даже не подойдёшь. Да о чём разговор, комп твой. Беру свои слова обратно. И чё у неё такие песни? Я ж тебе говорил, она королева. Всё, не могу больше сдерживать тебя. В задушке чё-то путное. Погнали. Ты чё, ты чё, ты чё творишь? Надень штаны обратно. Ты видел, видел? Она даже дотронулась до них. Ну и кто из вас обмутков это сделал? Вы ничего не докажете. Это не мы. Да он даже штаны ещё не одел. Вообще больной что ли? Трусы-то хоть верните. Слышь, можешь ответить на один вопрос? Ну? Вот вы когда с Иркой теребонькаетесь, там, ну это самое, туда-сюда, она кричит? Конечно кричит. Сильно кричит? Очень сильно. А когда кричит? Ну когда-когда? Когда уже финиш. Когда уже всё, отработали лавэ. Какой ты моя, кричит, когда членов штор вытираю? Вот удивительно, правда? Да и спасибо, что не пиздила ещё. Так, я не понял, чё это такое? А мы чё? А мы ничего? Чё у тебя такое в карманах, а? Бать, это выпечка. Да, рассказывай мне, выпечка, выпечка. Сейчас проверим. Ну всё, трындец. Надо сваливать по-быстрому. Вот это нормально. Вот это хорошо. Или сейчас, или никогда. Так, сели все на место. Так, ты выбил свой контроль, выбил мне танчики. Мутный, я за тобой слежу. Только вякни что-нибудь по-бремену на лысо. Блядь. Да чё ты дохнешь-то? Да угарный видосик в ТикТоке попался. Сейчас я тебе скину. О, ещё один прикольный видосик нашёл. Скину тебя. Ну как ты? Всё нормально? Нормально, нормально. И чё? Это тебе за твоим чувством. Её, Мара. А это за ту шаурму, что я оставил толщину. Алё. Можно заказать ещё одну шаурму. Да, по тому же адресу. Оплата. Сейчас, подождите секундочку. Да, оплата по карте. Ну и погодка. Можно гонять в магазин. Взять что-нибудь от скуки. Ну а чё, пока родители не пришли с работы. Давай. Чё-то меня вообще не берёт. Слабенькая какая-то. Вообще ни в одном глазу. Я как стёклышко. Ну так может, ты чё заодно и сбегаем? Только хотел себе предложить. С языка снял. Короче, Санёк, я Алёнку чпокнул. Кого? Она ж страшная, как крокодил. Сан, ты страшная. Красивая она. Хотя о чём я говорю? Типа идёт. Только это, слышишь? Это я тебе как другу рассказал. Ты никому. Никому не рассказывай. Да я могила. Ты ж мой лучший друг. Можешь доверять мне любые тайны и секреты. Повезло же мне по жизни с таким другом. Ладно, давай, пойду я. Давай тогда. До завтра. Алё, Стасик, слышишь? Серёжка наш чпокнул крокодила из 9-го Б. О, ну чё ты? Устроился в шаурмичную на работу. Да там вообще мудота какая-то. И шеф у них идиот. Да. Ну ладно. О, мне Армен как раз видео скинул какой-то. Ты дебил. Кто знал-то, что у них камеры стоят? Ясно. Дебил.